Всем привет, друзья, с вами Бурбон. В конце 18-го года я говорил, что в планах имеется снимать GTA 5 RP. И хоть на дворе уже февраль, добро пожаловать. Я не хочу делать громких заявлений, но мне кажется, что GTA 5 это логичное продолжение сампа. Так как поиграв немного на одном из, или даже самом крупном русском проекте, впечатления остаются разные. Мне кажется, что в данный момент GTA 5 RP это как самп года этак 2011-го, когда было немного серверов, мантиплеер вовсю развивался, но в него уже можно играть прямо сейчас. Поэтому я никуда не ухожу из сампа, и также будет выходить по 3 Роника на Даймонде в неделю. И мне кажется, что самп хранить еще рано, но через несколько лет, если разработчики будут продолжать развитие серверов GTA 5, мне кажется, что она может составить огромную конкуренцию сампу. И уже будет конкуренция не между Адвансом, Даймондом и Аризоной, а между GTA 5 и сампом. Потому что в теории сампу ступает в GTA 5 во многих показателях, но на практике еще не совсем, так как мне кажется, GTA 5 нужно попросту время для стабилизации работы своего мода. Так как сейчас, да, имеются проблемы с оптимизацией, и еще один весомый минус есть для многих. В данный момент в GTA 5 RP можно играть только на лицензионной версии игры, да. Но также там есть и фишки, за которые ты можешь простить многое. Поэтому, друзья, на канале начинается время, когда раз в нединку будет выходить паролику по GTA 5 RP, и мне нужна ваша поддержка. Я понимаю, что у меня аудитория сампа, но если говорить масштабно, то реально, GTA 5 это самп на максималках. В ходе ролика вы поймете это. И сейчас мне нужна ваша помощь. Она будет заключаться в лайках и комментах. Поэтому вот два бутдителя, что получают по 100 рублей. Если ты хочешь так же, то поставь лайк ролику и напиши в комменты, как тебе в целом проект. Также я попытался заснять его с вебкой, но комп мой оказался не настолько мощным. И по итогу, вот что было с веб-камерой. Поэтому давайте пока что лучше без нее. И да, что касается сотрудничества, я сам предложил проекту посотрудничать, на что он согласился. Поэтому у меня имеется свой промокод. Бурбон. Он даст тебе 2000 баксов, кепку, газировку и чипсы при достижении первого уровня. Поэтому да, друзья, я играю на проекте RedAge RP на втором сервере White. В описании имеются все ссылки. И на сайте проекта рассказано, как начать игру. А я более не буду затягивать, и давайте переходить к проекту. Сначала нужно создать персонажа. И из-за спектра возможностей GTA 5 тут нет скинов, как это в Сампе. И я на протяжении минут, наверное, 15 пытался создать своего персонажа. Но, что бы я ни делал, у меня выходил какой-то урод. Впрочем, какой человек, такой у него и персонаж. По итогу, я все же сделал себе красавчика. Правда, образованно от слова конч. И давайте начинать наше похождение. Что, простите? Здесь мужчина должен был пробегать в красной рубашке и шорта красных тоже. Посмотрите, пожалуйста, назад. Это не он стоит слева? Здравствуйте, вы врач? Да, здравствуйте. Ах, вы, вы, я не знаю, это, 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 вы, вы понимаете, что реально люди играют свои роли. Ну, типа, это было забавно. Короче, да, компьютер мой не самый пока что еще мощный. Мне кажется, что его стоит апгрейдить. Но, в целом, играть, мне кажется, возможно. Так вот, мы с вами вылечились из больницы вышли, хотя я не знаю, как это попало, потому что в прошлый раз я выходил на автовокзале. Но пусть будет так. И, друзья, в принципе, реально, GTA 5, голосовой чат, где люди, реально, вы сами слышали, отыгрывают свои роли. Я играл не так много, но небольшой опыт, где-то пару часов у меня имеется. Сейчас же я сделал новый аккаунт, и мы начинаем с вами с нуля. Похождение наше в этой игрушке. Будем смотреть на разные вещи. Для начала, я думаю, что можно заработать себе денег. Насколько я знаю, у нас есть телефон с провайдером Телестар. Замечательно. И давайте в GPS найдем какие-нибудь работы, но сначала нам все равно нужно пойти в мэрию. Я, чувство, вспомнил, поэтому пока что рано. В принципе, недолго мы бежали, мы и добежали, собственно. Мне кажется, что тут мэрия, вот как это было в году 2014 на сам ПРП, тут действительно где дохренища людей, которые занимаются своими делами. То есть, посмотрите, ну то есть, это все реальные люди. Тут шум фонтана. Хорошо. Я думаю, что с ними тоже можно будет как-либо повзаимодействовать, но сначала пойдем устроимся на работу. Пока что у меня на наивой уровень, я могу работать только электриком. Это, в принципе, обычная работа по чекпоинтам, то есть, как вот грузчики и шахтеры и прочее в САМПе. Так, тут, по-моему, какие-то терки у... Я не знаю, что они делают. Тут дохренища машин, но я не вижу такси. Нет, я вижу такси. Короче, нам нужен таксист. Погнали к нему. Надеюсь, там будет это внутри сидеть. Вот, да, чел есть. Здорово, мужик. Работаешь? Да. Мне бы... Да, электриков. Сколько будет стоить? Стоточку. Ну, хорошо, погнали. И то есть, таким вот образом. Он мне, наверное, сразу предложит оплатить или нет? Почему-то есть F2. Не знаю, что-то. Давай я пробую нажать F2. А, да-да-да, вот. Все, оплатить проезд. Все. Мы оплатили проезд. Начала мусточка играть. Ну, все, мусточка нам не нужна. Вот, пока что без радио. И, друзья, это реально просто... Ну, это... Это очень... Так, поедем или нет? И то есть, он сам знает, куда ехать. Поставил меточку и сейчас нас отвезут. Но, согласитесь, если сравнивать с сампом, понятное дело, что функций в сампе пока что больше. Я не спорю, да. Но это же намного комфортнее. И я не знаю как. Но вы сами видите, что люди отыгрывают свои роли. То есть, да, понятное дело, не так, что прям, вот, знаешь, интонация голоса. Но в целом. То есть, пока что... Ну, не знаю. Мне пока что очень нравится. А ты давно учил в штате-то? Конечно, да, вот. Минус в том, что у некоторых микрофоны плохие. Я отчасти понимаю то, что он говорит. Вот он сказал, по-моему, в принципе, да. Но... Приходится, знаешь, вот свои ушки так вот на макушку. Спасибо большое тебе. Удачи. Может, еще увидимся. Так. Единственная проблема моего ПК то, что он не сразу все это дело обрабатывается. Так, мне же, по-моему, все нужно зайти. Да. Вот, собственно, работа электрика. Мы приходим к этому челику по-моему, на G или на E. Так, да, на E. Все, мы устраиваемся на работу. Нам дают новую одежду. Тут уже есть, в принципе, рыботяга, который бегает. Работа довольно-таки проста. То есть, ты просто бегаешь по чекпоинтам. Подходишь сюда. То есть, ты там копаешься, якобы что-то делаешь. И, в принципе, да. Идешь потом к следующей метке. И вот так вот за каждую метку ты зарабатываешь сколько-то баксов. Конечно, да. С какой-то стороны, сначала ты в Сампи, дохренища лет, работал каким-нибудь шахтером или на заводе, просто бегая по чекпоинтам, чтобы потом пойти в GTA 5 и тоже бегать по чекпоинтам. Кстати, сейчас 11.03, мне зачитали 1 Payday из трех, как я понимаю. То есть, 1x-пешка уже имеется. И за одну такую, скажем, работу нам дают по 7 баксов. В принципе, да. Вот то, что я сейчас работаю несколько минут, это я купил эти деньги, на которые я приехал сюда. И думаю, что можно заработать где-то пару тысяч, потому что первым делом, в принципе, как в Сампи, нам нужно получить права. Система тут, в принципе, действительно очень схожа с Сампом. И нельзя сказать, что GTA 5 является прям чем-то дико инновационным. Это вот скорее реально вот Самп, но максималка, потому что функции это очень похожи. То есть, ну согласитесь, мы так же, как в Сампи, бегаем просто по чекпоинтам. Вот примерно час я и поработал. Сейчас же мне, по идее, должны, да, вторую x-пешку дать. И по сути, скоро будет первый уровень. И я смотрю в чат, там было собеседование вот иметь прописки, то есть и все. Поэтому, ну типа, это вообще не дурно. Так, кстати, есть скутер. А тут интересно, тут так же борются за скутер, как в Сампи, либо его нужно арендовывать. Например, я могу на него сейчас сесть. Так, так, ага. Эта машина уже арендована, да. Такого, как в Сампи, конечно, нет. Так, мне кажется, что пора вызывать такси, потому что тут уже накопилось много людей, и они либо не знают, что делать, как и я. Бурбон, привет. Серьезно? Подожди. А как... Типа, он по голосу меня узнал? Тут же нет ников, потому что, смотрите, вот как бы тут есть айдишники. Если мы нажимаем на 5, мы видим просто айди игроков. Правда, я не понимаю, он говорит, что тут у меня нет? Но! Стоп, это 5, это вот этот 169. Он реально узнал меня? Это очень прикольно. Просто над ним есть флажок, что он якобы говорит, но я ничего не слышу. Я просто не знаю, как на это реагировать. Как бы таксишку, наверное, дождаться бы. Здорово, мужик. До автошколы сколько? Они что-то говорят, почему я их не слышу? Подожди, чел, еще один спрашивает бурбон. Я не верю. Типа, 150 предложил платить. А почему я их-то не слышу? Возможно, что-то с микро, или типа, да, едем до автошколы. Вы... Я... Я не... Подожди. Я не думаю, что настолько известный сереб... Второй чел. Вы сами видите, 127-ой айди. То есть подписчики уже играют. Серьезно? Подожди. Привет тебе, большой игрок 127, потому что тут нет никнеймов, как бы. Тут вообще-то прикольно, то, что действительно есть только айдишники, что можно было пожаловаться. Но ты не знаешь, как зовут этого человека. То есть это реально прикольно. Но подожди, как так-то я второй человек? Это... Как? Короче, это либо проблема сейчас сервера, либо моя какая-то проблема, но... Я просто реально не слышу то, что они говорят, хотя я вижу над ними вот эти вот палочки, то, что они что-то говорят. Так вот, мне нужна, наверное легковая машина, 1000 баксов. Окей, у меня еще останется косарик. Не самый приятный процесс, то есть, ну, серьезно. Я сейчас на протяжении, наверное, минуты пытался завести машину. Я жму на двойку, жму на контр, она не заводится. Оказывается, что на Б. Если что, ну да, короче, чтобы быть максимально честным и объективным, то есть вы видите, что есть небольшие задержки, когда ты берешь чекпоинты. Но просто да, я сотрудничаю с проектом, не хочу делать уроник, что посмотрите, тут все идеально, нет минусов. Я просто реально хочу показывать то, что имеется. И то есть, да мне в целом нравится GTA 5. Вот сейчас я реально готов терпеть и смириваться с минусами, потому что это что-то новое, это что-то не до конца оптимизированное, но в целом это уже играбельное. Вы успешно сдали экзамен. Отлично, право мы получили. И, в принципе, друзья, да, вот такая вот игрушка GTA 5 Roleplay на проекте RedH Roleplay или просто RedH.ru White, второй сервер. Да, я хотел сейчас поговорить с этим человеком, но он убегает. Постой, мужик, постой. Эй, мужик в шляпе, постой. Я к тебе обращаюсь. Подожди. Разговор есть. Подожди, подожди. Ты торопишься куда-то сильно? Ну, короче, это либо проблема с серваком, он, по идее, сейчас говорит, я его не слышу. И, я не знаю почему, просто во время, когда я работал, я вытаскивал наушники, чтобы вставить их в телефон и послушать, типа, ролики на ютубе, а потом вставил обратно. Но звуки-то игры появились, а звуков людей нет. Поэтому, да, хочу сказать честно, то есть, чтобы это не было, как, типа, серв идеальный, у него есть свои проблемы. Это, наверное, проблемы, связанные с оптимизацией. Но, это реально GTA 5, что уже работает и что, реально, то есть, каждый желающий может поиграть. Поэтому, да, друзья, большое спасибо за просмотр. Такая вот вышла первая серия. Если вам понравится, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, и напишите комментарий, просто, чтобы реально показать то, что такое нужно снимать, и это неплохо. Сам по никуда не девается, про это я уже говорил. С вами был Бурбон, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok